Городская акция «75 добрых дел» призвана сформировать у школьников гражданскую активность, воспитать патриотизм, привить любовь к своей малой родине. Вот и сегодня ребят привлекли к социально полезной работе. В 44-й гимназии заложили целый самшитовый лес. Все вместе, дети и взрослые, высадили 75 кустов этого реликтового растения, который находится на грани исчезновения. И всё из-за бабочки-огнёвки. Самшит является символом города Сочи. И в целях восстановления популяции этого редкого растения, администрации города Сочи, Сочинским национальным парком, неравнодушными жителями, сегодня проводится высадка этого растения одномоментно в 75 учреждениях города Сочи. 75 учреждений – это общеобразовательные художественные школы, детские сады. Там, как и в гимназии номер 44, сегодня высадили по 75 кустов самшита колхитского. В рамках акции «75 добрых дел» и в честь 75-летия Великой Победы. Теперь самшит точно не пропадёт, с уверенностью говорит директор Сочинского национального парка. Собрали посевной материал и высадили. Мы порядка 50 тысяч саженцев самшита у себя в питомнике. Вот видите, на сегодняшний день кустики такие маленькие, из которых потом получатся вот эти вот реликтовые замечательные растения. В этом году будет высажено порядка 20 тысяч саженцев и на следующий год ещё порядка 30. И кроме того, программа у нас постоянная сейчас по сбору семян и снова высаживание самшитов в природе. Сначала в питомниках, потом в природу. Это идея, в принципе, совместная и главы города, и наша, о том, что для популяризации, для того, чтобы дети наши узнали, многие даже не помнят, что такое самшит, что есть такое реликтовое растение, которое росло с динозаврами. Первая высадка самшита колхидского после нашествия самшитовой огнёвки состоялась и в одном из сочинских лесничеств. В Марьинском лесничестве сегодня высадили полторы тысячи кустов краснокнижного растения, сумевшего пережить последний ледниковый период. Кусты эти вырастили в питомнике нацпарка, а семена собрали на так называемых маточных плантациях самшита. Главное, что именно из семян нашего аборигенного колхидского самшита. По внешнему виду хорошо сформированный ствол, прекрасные зелёные листья без всяких пятен погрызок, хорошая корневая система. Это всё вместе взятое свидетельствует о том, что есть великий шанс, что это дерево вырастет и будет радовать всех. Очередные высадки самшита планируются в Головинском, Дагомыском лесничестве осенью в Кепшинском. Постепенно самшит появится на всей территории своего естественного произрастания. Акция рассчитана не менее чем на 10 лет. А вот своих былых размеров самшит достигнет лишь через 100 лет. И тем не менее, сегодняшняя акция – это вклад сочинцев в сохранение природы будущего.